Полезность с приятным. Обменом мнениями и ходьба. Утром застаём, зарядку делаем. А два с половиной километра проходим в день. Активным пенсионеркам, живущим на улице Свердлова, за здоровьем далеко ходить не надо. У них в дворе расположен сквер мечты, где оборудованы дорожки для прогулок. А вообще на этой территории есть место для всех. Детские спортивные площадки, лавочки для спокойного отдыха, сцена для дворовых мероприятий. Уже несколько лет компания «Фосагра» помогает делать пространство комфортным и красивым. К примеру, на днях здесь появились топиарии, посмотреть на которые приезжали жители со всего города. Все шли, шли. Я говорю, батюшки, столько народу никогда не было. А вчера как в музей шли, как уберечь эту красоту. Ну, очень красиво, конечно, становится. Очень. Спасибо всем, кто делает для нас это. Химики говорят, благодаря комплексному подходу в благоустройстве микрорайон становится всё более уютным. Конечно, не обходится без хулиганских вылазок, но надо приучать жителей к красоте. Когда ты строишь такие объекты, благораживаешь их, и у людей меняется менталитет. Не только у взрослых, которые уже прожили жизнь, у которых сознание уже сформировалось, но и у детишки. Сейчас мы проходили, он такой шкет, он селфи делает с мишкой. Как вы думаете, он этого мишку сломает? Да никогда в жизни. Рядом со сквером мечты 25-я школа, на спортивном поле которой сейчас идут масштабные работы. Здесь также при поддержке Фосагра появится уличный спортивный комплекс с площадками для игровых видов спорта, беговыми дорожками, прыжковой ямой, полосами препятствий, трибунами и даже местом для толкания ядра. У нас был стадион, обычные асфальтированные дорожки и ворота. Старенькая баскетбольная и старенькая волейбольная площадка. Сейчас это будет все современно, так как должно быть. И там будут и уроки физкультуры, там будут заниматься наши дети в спортивных секциях, там будет заниматься ДРОС, там будет заниматься школа Олимпик и все, кто желает поддерживать здоровый образ жизни. Стоимость проекта 53 миллиона рублей и 22,5 уже выделила компания Фосагра. Это средство на реализацию первого этапа строительства. До 30 октября подрядчик подготовит территорию, уплотнит грунт для монтажа будущих спортобъектов, заасфальтирует дорожки. Второй этап стартует уже весной, с 15 апреля и завершится 15 июля. Во вторую входит только спортивная часть. Это само поле с искусственным покрытием, плюс резиновая крошка по беговым дорожкам. И плюс само волейбольное и баскетбольное поле тоже оно из резиновой крошки. Для безопасности школьников и жителей территорию стройплощадки огородили. Сейчас там работает спецтехника, убирает старые деревья, хаотично растущие на спортивном поле. Вместо них в следующем году высадят новое зеленое насаждение. Предусмотрено и видеонаблюдение. Его смонтируют также в ходе второго этапа. Сейчас во все проекты, которые мы разрабатываем в дальнейшем, мы уже закладываем видеонаблюдение, чтобы они могли привязаться потом к умному городу. И охрана. У нас правопорядок, полицию никто не отменял. Я надеюсь, что все-таки они наберут тот штат, который требуется нашему городу, и мы будем чувствовать себя безопасно. Глава Балаковского района Сергей Барулин, кстати, впервые побывал и в 25-й школе, и в сквере мечты. И высоко оценил вклад Фосагра в развитие микрорайона и всего города.